Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Откровение на Богословы». Сегодня мы будем читать 15 главу этой книги. И мы читаем с первого стиха по четвертый. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». «Семь ангелов» — это церковь, исполненная благодати. И суд Божий оканчивается с того, что проверяются огнем не только нечестивые, но и праведные. Не только те, кто в церкви, но и те, кто вне церкви. Они объяты одним и тем же огнем. Но для одних людей этот огонь — источник благословения, тепла и радости, для других — страданий и мрака. Такое истолкование предлагает Андрей Кисарийский. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божия». Стеклянное море по Андрею Кисарийскому — это чистота будущего покоя и светлости святых. Дело в том, что стекло в то время было очень драгоценным веществом, а здесь целое стеклянное море. То есть речь идет о каком-то царстве славы. И это символ именно чистоты и упокоения в Боге. Когда каждый верующий, он олицетворяет в себе и чистоту, и благодать Духа Святаго. Смешение стекла и огня — это смешение человеческой верности Богу, чистоты христиан с теми дарами Духа Святаго, которые даются им от Бога. И победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божия, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. Вот здесь очень интересный образ. Победившими зверя, образ его, начертание его, объявляются верующие, которые, хотя и не приняли образ зверя, они не приняли, конечно, начертание, но именно потому, что не приняли, именно потому, что преодолели все те соблазны, которые предлагались им, если бы они что-то из этого приняли, они оказались победителями. А те, которые приняли начертание зверя, его образ, то, конечно, они оказались в преисподней. И поют песнь Моисея, раба Божия, которая символизирует собою, как настаивает экзегет Примасий, Ветхий Завет, и песнь Агнца, которая символизирует собою Новый Завет. То есть в этой песне мы видим единство всего библейского откровения, книг Ветхого и Нового Завета. Говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинные пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». В некотором смысле в этой песне мы видим содержание всей Библии, книга Ветхого и Нового Завета. Сначала говорится о величии дел Божьих, о Его праведных делах, и величие Бога раскрывается в том числе и в сотворении мира, с описания чего начинается Библия, а оканчивается все, говорится об открытии его судов. Апокалипсис как раз и рассказывает о судах Божьих. Таким образом, содержание этой песни – это и песнь Моисея, и песнь Агнца – это единство библейского откровения, книг Ветхого и Нового Завета. Далее в Писании говорится о семи чашах божественного гнева. И Кумений в своем комментарии на откровении писал «И увидел я, – говорит он, – семь ангелов, имеющих семь язв. Он говорит семь, имея в виду множество казней, уготованных грешникам, через которые гнев Божий будет окончательно осуществлен». Число семь, как мы неоднократно говорили, означает неопределенное число в сторону увеличения. Подобно как число шесть – это тоже неопределенное число, но в сторону уменьшения до возможного полного истребления. Поэтому казни, начавшись, будут только возрастать. Ярость этих казней, она не прекратится, потому что будет увеличиваться познание о Боге, и само это познание о Боге для мертвых будет источником невыразимых страданий, когда они узнают, что Бог сделал для каждого из них, и как они сами не воспользовались всем этим. Это, как учит Исаак Сирин, будет бичевание божественной любовью. Людям будет открыто, что каждый из них входил в план домостроительства спасения рода человеческого и добровольно уклонился от этого светлого пути. И в третьей книге Ездер рассказывается о том, что всем будут показаны жилища райские, которые были предназначены для них, но туда многие не войдут, хотя они увидят конкретно то место, которое было предназначено и для них в том числе. И после сего я взглянул, и вот отверстие храм, скиния свидетельства на небе. Храм, скиния свидетельства. Средоточие храма – это ковчег Завета. А в ковчеге Завета, мы знаем, хранились скрижали, где были записаны заповеди Божии. И эти заповеди являются свидетельством того, что люди, нарушая те или иные нравственные предписания, прежде всего они нарушали волю Всевышнего. Ибо Бог регулирует своими заповедями взаимоотношения между людьми и собою, между людьми и людьми. Таким образом, грех, даже грех человека против человека, он перестает являться каким-то частным делом. Ибо тот же, кто сказал «не убей Бог», он же и сказал «не прелюбодействуй». Таким образом, мир становится виновен, весь мир, и именно перед Богом. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв. Семь – это, значит, опять же, неопределённое число, сторону увеличения. Имеющие семь язв, облечённые в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персиям золотыми поясами. Светлая одежда показывает чистоту небесного правосудия. Никто не будет наказан сверх той меры преступлений, которую он имел. А золотые пояса этих ангелов свидетельствуют о том, что они вестники небесного царя. Они действуют царской властью царя-царей, то есть самого Бога. «Одно из четырёх животных дало семи ангелам семь золотых чаш». Мы можем предположить, что речь идёт о животном, который символизирует Евангелие от Иоанна. Потому что, собственно говоря, Евангелие от Иоанна и Апокалипсис Иоанна – это как бы одно целое откровение. И в Апокалипсисе рассказывается о чашах Божьего гнева. То есть суд будет и на основании того, о чём уже было сообщено людям в книге «Откровение» Иоанна Богослова, он же автор Евангелия от Иоанна. «И одно из четырёх животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». Почему, сказав о гневе Бога, добавляется от Иоанна Богослова, что он живущий во веки веков. То есть он владеет всей информацией о каждом из нас, он владеет всей информацией о нашем роде, о всех этих преступлениях, которые были когда-либо, потому что он объемлет и прошлое, и будущее, и настоящее. И вечность Бога – это залог того, что никто не сможет ничего замолчать в день суда, ни от чего отказаться, когда сам вид грешника будет свидетельствовать в день судной, а его порочности больше, чем нежели если бы сто свидетелей указывали бы на него и обвиняли бы в каком-то грехе. «И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». С одной стороны, храм – это место, которое является убежищем. По Моисееву закону, как раз от гнева, от ярости, от мщения можно было спастись в храме. Но как ты зайдешь в храм небесный? Как ты укроешься в небесном святилище? Тем более, что все наполнено величием славы Божьей, и никто не может войти, потому что по закону Моисеева даже обвиняемый в убийстве мог бежать в храм, схватиться за рука жертвенника. Это гарантировало ему в некотором случае безопасность от наказания и от ярости мстителей. Но ситуация в то же время может указывать на то, что те, которые уже в храме, они точно защищены, ибо суд начинается с Церкви Божией. Всякий раз, когда мы идем на исповедь, мы становимся на суд Божий и рассказываем о своих грехах, ищая Божье оправдание для себя. Как псалмопевец Давид молился, «Боже, научи меня оправданием Твоим». То есть я сам для себя не нахожу оправдания. Я вот становлюсь на исповедь и говорю о своих грехах, а ты принимай решение. И мы как бы, как сказано, верующий не судится, и на суд не приходит, потому что мы это проходим в очистительных таинствах в Церкви. И мы как бы уже заключены в храме. А храм – это спасительное место. Это сейчас храм может войти в любой человек и приобщиться к спасению. Но когда будет суд, такая возможность, она будет потеряна. В храме Божьем в некотором таком как бы духовном смысле будут находиться все верующие, потому что храм Божий, небесный храм – это не пространственное понятие, это состояние особой близости спасенного человечества к источнику спасения. А те, которые в земной жизни не воспользовались возможностью спастись, не пришли в храм, хотя бы как в помещение, не вошли в эти святые стены, не подошли к земному священнику, не исповедовались перед ним, не получили отпущения грехов, не причащались, они окажутся в состоянии отчуждения от Бога и невозможности уже что-либо исправить в этой ситуации. Поэтому мы прочитали, и наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. А в каком смысле они могут окончиться, если число семь – это неопределенное число в сторону увеличения. Продолжение следует...